В первую очередь хочу сказать о том, что результат справедлив сегодня. Обе команды вышли заряженными на этот матч. Значит, не так много было создано голевых ситуаций сегодня, но это объяснимо, потому что была очень плотная игра, и одна и вторая команда достаточно организованно старалась играть в обороне, чтобы не допустить каких-то грубых тактических промахов в позиционной обороне. Плюс в быстрых атаках при подготовке к матчу мы знали о том, что есть у соперника хорошие фланги, которые могут на пространстве хорошую скорость в быстрых встречных атаках поддерживать. Поэтому здесь и с нашей стороны при подготовке к сопернику мы анализировали это и понимали, что тут важно сработать очень организованно. Ну и, наверное, соперники, я так же не сомневаюсь, что, зная наш потенциал нашей команды, безусловно, так же проанализировал и каким-то образом старался лишить наших козырей. Поэтому такая игра вышла плотная, равная. Может быть, как мне показалось, чуть-чуть мы были поострее, но опять-таки сказать, что были там прям такие стопроцентные голевые ситуации не приходится. Поэтому, конечно, потеря очков, прежде всего, с точки зрения результата, мы всегда рассматриваем как отрицательный результат, но надо быть объективным. Сегодня ни одна, ни другая команда, наверное, не заслужила победу. А так, хороший плотный матч с хорошим индивидуальным мастерством в работе с мячом, но еще раз говорю, сегодня оборона и одной команды, и другой команды довольно организованно и четко сработала, поэтому атака сегодня не преуспела ни у одной, ни у другой команды. Спасибо. Кляска, папа. Пытание, кляска. Петр Зайцев был мой. Вадим Викторович, доставил ли какие-то проблемы переход соперника на такую схему? Прежде всего, мы отталкиваемся от своей игры, всегда зная направление и моделируя какие-то свои атакующие действия. При той или иной расстановке мы всегда учитываем индивидуальные сильные качества футболистов, той или иной позиции, это относительно нашей команды. Безусловно, конечно, мы сразу же, как только матч начался, нам понадобилось 1-2 минуты, чтобы распознать тактическую расстановку торпеды Белакс. Сказать, что это доставило нам какие-то трудности, нет. Если бы соперник играл в привычной схеме, в которой он действовал в последних матчах, я думаю, что наша игра бы неизменно осталась бы по этим же направлениям такой же. Соперник действовал, скажем так, в три центральных защитника с латералями Бурко и Побудеем, Ксенофонтов. Но здесь никаких проблем, мы хорошо справлялись, еще раз говорю, и хотелось бы, чтобы чуть-чуть больше, острее сыграли. Опять-таки повторюсь, то, что сказал уже в начале, что, конечно, надо чуть-чуть острее играть, независимо от того, в какой расстановке играет соперник. Нет, не было каким-то там для нас новшеством или какой-то неожиданностью. Еще раз говорю, мы прежде всего отталкиваемся от своих направлений. Поэтому сегодня, еще раз говорю, я благодарен команде в любом случае за характер, за бойцовский, за самоотдачу, единоборств, сегодня была мужская борьба на поле, но хотелось бы, чтобы мы все-таки острее играли. Как же вы считаете, что с Антоном Путило? Антон Путило заболел за два дня до игры. С Порпедо Белас поднялась температура. Мы, в принципе, хотели и готовили Антона, в принципе, в стартовый состав. Но доктор мне сказал накануне, что он прибыл на медосмотр с небольшой температурой. Поэтому мы ожидали, если в день матча у него будет нормальное состояние, то, в принципе, готовы были его включить в заявку. Ну, а так, поднялась температура вечером, мы его отправили домой, чтобы изолировать от команды. Температура. Из тех, кто еще сегодня отсутствовал, есть у кого-то шансы ехать на конференции? Ну, у нас Калинин травмирован, наверное, мы не будем Влада задействовать, безусловно. Сережа Политевич едет с нами, да, мы ждем его возвращения в строй. Сергей, он наш капитан команды, поэтому, конечно, нам хотелось бы, чтобы Сергей быстрее приступил к тренировочной работе. Вот, потому что Саша Сачивкова, вы видели, после повреждения вернулся в строй. В целом, понятно, что было немножко тяжеловато Саше, но он хорошо справился своей ролью сегодня, учитывая то, что он пропустил две недели и игровой тонус так же не имел, поэтому нормально. Ну, а Сергея Политевича ждем в строй, конечно же, он поедет с нами тоже на Еврокубке. Коллеги, есть питание? Владимир Викторович, первый круг позади. Можно ли какие-то сделать выводы уже по игре, по команде? Скажу так, что первый круг, наверное, да, можно какую-то, скажем такую, предварительную подвести черту. Ясно, что предсезонная подготовка, формирование команды, кадровый ресурс, плюс становление команды по взаимодействию между ребятами, это, я имею в виду, относительно взаимодействия на футбольном поле, плюс притирка в раздевалке, создание коллектива, это тоже немаловажно. Поэтому мы еще находимся в стадии становления. Понятно, что мы не делаем скидку на это, то, что где-то что-то, может быть, не так получается, как нам хотелось, но в то же время это работа, это практика и это наша работа тренерская, чтобы каждодневно улучшать, улучшать, улучшать те направления, по которым мы хотим двигаться и за счет чего мы хотим добиваться результата. Ну, а так, предварительно, ну, что, посмотрим, как после Еврокубков, когда вернемся уже к чемпионату, именно непосредственно, когда, во-первых, это произойдет, да, поэтому надо смотреть дальше, борьба еще предстоит серьезная, плотность есть и в верхней части три команды, и внизу, и в средней части таблицы, поэтому будем стремиться улучшать свою игру, безусловно, чтобы добиваться успеха.